Девушки отдыхают Приветствую вас, дорогие братья и сестры, телезрители. С вами программа «На днях», ее постоянно ведущий Сергей Риховский. Мы говорим о очень актуальных и важных вызовах сегодняшнего времени для каждого из нас. На днях прокуратура или прокуратуру одного из субъектов Российской Федерации заставили защищать права евангельских верующих. В коем-то веке. Слава тебе, Господи. Прокуратура Амурской области отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу разжигания религиозной ненависти и вражды. В связи с призывами к убийству верующих протестантской церкви новое поколение города Благовещенска. В своем заявлении пастор церкви отмечал, что высказывания и комментарии на форумах интернет СМИ Амурской области откровенно унижают человеческое достоинство членов общины. К примеру, один из комментариев пользователя, опубликованных на неком сайте, гласит «Все новое поколение чмрей и ублюдков, вы мрази сектанты, и вам надо это понять, вы секта с американским подтекстом, все дерьмо пришло оттуда. У меня единственное предложение по этому поводу временно отменить мораторий на смертную казнь, осудить и уничтожить все руководство секты, всех сектантов, которые не имели отношения к распространению секты, поместить в реабилитационные центры, то есть в психушке». Другой пользователь пишет, я не обобщаю, я говорю как есть, люди знают, что посетители нового поколения это лохи, безмозглые и тупоголовые зомби. Вот, собственно говоря, к чему привел тот массовый психоз, который был организован прокурором области против этой церкви, вернее прокурором города, против этой церкви. Вот какие последствия, вот какую мы жатву пожинаем, вот какая ненависть, разжигание религиозной вражды перед, между прочим, важнейшим событием в истории Российской Федерации, предстоящими выборами парламента и выборами президента. Вот как сегодня прокуратура разжигает религиозные страсти и ненависть, и как на этом прозицируют вот эти люди, которые оскорбляют церковь. Самое, что интересно во всем этом, что отказали в иске, но слава тебе, Господи, прокурор все-таки вернул следователей в то положение, которое мы называем законопослушание. Один из экспертов, профессор кафедры русского языка в Центре лингвистики, написал некое заключение, которое приводит следователь, мотивируя свой отказ, что она не нашла в приведенных текстах возбуждение розни или вражды, а также унижение достоинства людей по признаку отношений к какой-либо религии. По мнению эксперта, текст содержит глубоко просторечные, бранные лексемы, то есть как чмыри, ублюдки, дерьмо. Однако все они высказаны без адреса, то есть без конкретной личности и не являются оскорблением в неприличной форме. По поводу слов безмозглой и тупоголовой зомби, профессор заключила, что эти слова направлены против церкви новое поколение. Ну, на самом деле направлены, но оскорблением верующих почему-то не являются. Я не хочу читать здесь все, потому что это как-то очень сложно читаемо, но на самом деле она написала, вот этот профессор, что нет грубых, ни цензурных выражений, и сам текст, вот этот текст в интернет-СМИ написан в неком нейтральном литературном стиле. Вот мы прикатились, теперь у нас оскорбление, уничижение достоинства человека из его веры называется нейтральный литературный стиль. Дорогие братья и сестры во всем мире, я призываю молиться, молиться и поститься пред Господом, чтобы вот эта ситуация, когда оскорбляется церковь, оскорбляются люди, чтобы Господь разрешил так, как Он может делать. С другой стороны написано, горе вам, если о вас все люди будут говорить только доброе. Да, мы и в 21 веке слышим много недоброго, и это не оскорбляет нас, но и как в те времена, во времена апостолов, мы требуем суда кесаря. С вами была программа на днях, ее постоянно ведущий Сергей Ореховский. С вами был Игорь Негода.